МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не исключение и бронмейстеры Болхарского района, которые заняты сейчас не только профилактикой в частном секторе. Осень – период сбора урожая, а потому к заботам пожарных добавилась еще одна – сохранность урожая от огня при сборке и хранении. Во время проведения месячника свою профилактику огнеборцы ведут разными способами. Один из эффективных – с использованием громкоговорителя пожарного автомобиля. Таким образом, слова профилактики разносятся далеко вокруг, привлекая внимание граждан. Свою профилактику сотрудники ЧАЭС проводят со всеми гражданами. В самых людных местах они ведут массовую работу по разъяснению норм пожарной безопасности. Следует отметить, что как только люди в форме начинают разговор с одним гражданином, как тут же к нему примыкают другие, с интересом внимая словам профилактики. Запомнить которые помогают специальные памятки и брошюры с нормами безопасности. В рамках проведения второго этапа месячника пожарной безопасности в районе отделом ПЧС района проводится ряд мероприятий по разъяснению жителям правил пожарной безопасности в жилом секторе. Мероприятие проводится совместно с пожарным частью номер 14 села Баканас. На сегодняшний день проведен обход домов 734. Совместно с селами кружка юных спасателей проводятся тоже различные работы в местах скопления людей, массового пребывания людей. Волхарский район на всю страну славится своим рисом и другими сельскохозяйственными культурами. Здесь так же, как и в других регионах края ЖТСУ, сельчане занимаются скотоводством. Стада некоторых крестьянских хозяйств насчитывают тысячи голов, для нужд которых сейчас проводят последние заготовки корма в поле. С тем, чтобы животные не остались зимой без корма, необходимо применять меры безопасности при его хранении. Именно об этом и ведут беседу с тружениками полей представители противопожарной службы, которые подсказывают о необходимых мерах. Во-первых, брандмейстеры рекомендуют сельчанам в местах хранения грубых кормов произвести опашку между стогами. Это позволит в случае пожара остановить распространение огня. Проверяют брандмейстеры и правильность закладки силоса и сенажа. Да, сейчас у нас жаркая пора. Мы готовимся к предстоящей зиме. В нашем хозяйстве более трех с половиной тысяч голов крупнорогатого скота, а потому нам необходимо обеспечить его кормами. Главное, при этом для нас остается задача сохранить свой запас до нового сезона выпаса. С этой целью мы применяем все меры пожарной безопасности. Представители районного отдела по ЧС у нас частые гости. Они рассказывают нам о мерах пожарной безопасности и помогают правильно все обустроить. Ежегодно каждый работник нашего хозяйства проходит инструктаж по технике безопасности. Стараемся все держать в норме. Вот буквально недавно приходили пожарные, провели с нами беседу, все проверили и сказали, что все в порядке. К своей профилактической работе брандмейстеры Балхарского района привлекли и членов кружка юных спасателей, которые ведут профилактику со взрослыми людьми в самом многолюдном месте – районном центре обслуживания населения. О кружке юных спасателей разговор особый. Его создали по собственной инициативе сотрудники ЧС. В этом они немного отошли от шаблонных и уже привычных дружин юных пожарных. Молодых людей учат не только вести профилактику и знаниям правил безопасности, но и другим премудростям спасательного дела. Такие занятия обоюдно выгодны. Во-первых, дети не остаются без внимания взрослых, которые занимают их досуг полезным делом. Во-вторых, пожарные растят себе смену. Ведь некоторые из ребят уже определились с профессиональным выбором. Нам очень интересно заниматься в кружке юных спасателей. Наши наставники, действующие сотрудники служб ЧС, рассказывают нам о правилах поведения в той или иной чрезвычайной ситуации. Вместе с ними мы проводим профилактическую работу. Раздаем взрослым памятки и специальные брошюры. Многие ребята, которые со мной здесь занимаются, уже определились – в будущем мы станем спасателями и будем работать здесь, защищать население от пожаров и других ЧС. А для того, чтобы кризисных ситуаций было поменьше, каждый человек должен соблюдать те правила, о которых мы сейчас рассказываем. Если говорить о Балхарском районе, то эти края, желанные для любителей активного отдыха, ежегодно сюда устремляют свой взор сотни, а то и тысячи любителей охоты и рыбалки. Река Или, протекающая по территории района, приносит рыбакам хорошие трофеи. Однако и такой безобидный отдых и времяпровождение могут оказаться опасными. Водная стихия неумолима. Ежегодно на территории области она уносит десятки жизней беспечных граждан, забывших о простых истинах и народной мудрости, которая красноречиво предупреждает «Не зная брода, не суйся в воду». С тем, чтобы обезопасить граждан, сотрудники отдела по ЧС и их почти коллеги из местного лесничества проводят совместные рейды, преследуя несколько целей – профилактику пожаров и гибели людей на воде. Следует отметить, что к этой работе отдыхающие граждане относятся с пониманием, а некоторые, с учетом разных ситуаций, даже находятся в постоянной готовности. А вот в целях безопасности, какие меры предпринимаете, чем пользуетесь? Ну, если порезался, то, конечно, есть чем обработать, забинтовать все есть. А так стараемся безопасно, сами уже взрослые люди, как говорится, сами знаем. А вот в целях пожарной безопасности и безопасности, чтобы, ну, как бы… Ну, если, допустим, вот мы приезжаем, вот, допустим, там, костеры там разжигать, или еще, если вдруг, то стараемся, чтобы подальше всего от сухого, чтобы, ну, как вот, примерно, вот здесь вот, здесь сухо, но здесь до нас кто-то уже зажигал, но мы и не зажигали костры. Конечно, охватить профилактической работой из-за обширности сразу всю территорию невозможно. Однако службами ЧАЭС сделано все от них зависящее, чтобы не допустить рукотворных ЧАЭС. Пожарными мы всегда дружим, они наши главные помощники, если на охраняемых территориях возникает пожар. Но лучше бы пожаров не было. В этом году мы совместно, работая с ними, провели рейды на лодках, мы подходили к рыбакам и говорили о мерах безопасности. Наверное, отчасти благодаря и этой работе нам удалось не допустить пожаров на подведомственной территории. Хочется обратиться ко всем жителям области. Соблюдайте правила поведения на природе. Уберегите степь и лес от огня. У каждого района области свои климатические и ландшафтные особенности, а потому для каждого региона характерны свои природные и техногенные ЧАЭС. Не исключение и Балхарский район. Наш район не попадает в зону возможных землетрясений. У нас нет лесов, но зато у нас есть лесостепи, пожар которых очень опасен. Это из рукотворных происшествий. Если говорить о природных факторах риска, то для нас может стать актуальными большие паводки, поскольку на территории района протекает одна из больших рек Ильи. Поэтому мы всегда готовы к этим явлениям. Для этого созданы даже специальные отряды из числа местных жителей. В этом году спасатели Казахстана будут отмечать свой 20-летний юбилей, а потому мы продолжаем рассказывать о истории появления первых спасателей в регионах области. Как и в большинстве случаев, в пожарной части Балхарского района на заре своего становления пришлось ютиться в неприспособленном здании котельной школы-интерната села Баканас. Лишь только в 1971 году для пожарных было построено здание на два хода. Однако со временем для растущего района этих сил стало не хватать. Я в этой части работать начал в 1974 году. Здесь было всего два бокса, и через 10 лет по нашему запросу в 1984 году построили еще два бокса для пожарных автомобилей и здание Государственного пожарного надзора. На боевом дежурстве находились две пожарные машины и один служебный автомобиль. Тогда нас здесь работало 10 человек. Служил я пожарным до 2001 года и всегда считал, что сделал правильный выбор. За время работы приходилось сталкиваться с разными пожарами, виной которым людская обеспечность. Сейчас пожарные Балхарского района, как и остальные подразделения Департамента ПЧС Алматинской области, укомплектованы всем необходимым инвентарем и техникой для успешной борьбы с огненной стихией или другими возможными кризисными ситуациями. Профессионалы говорят, в деле спасения важна не только техника, но и активное участие самих граждан, которые, согласно закона, обязаны помогать сотрудникам служб ЧАЭС. Это могли сделать вы. Это тоже могли сделать вы. Это мог быть ваш ребенок. Не сидят сложа руки и другие подразделения Департамента. Сейчас, в разгар месячника пожарной безопасности, их руководители и уполномоченные лица проводят встречи с населением. В Талдокурганской школе номер 2 было проведено общее родительское собрание. На повестке дня несколько тем. В первую очередь бронмейстеры рассказали о проводимых мероприятиях. В целях безопасности в отопительный сезон они напомнили жителям частного сектора о необходимости подготовить печное оборудование и почистить дымоход. Порекомендовали огнеборцы и не перегружать зимний период нагревательными приборами электрические сети. Целью нашей сегодняшней встречи явилось доведение дошкольников и родителям требований правил пожарной безопасности на территории города Талдокурган и прилегающих населенных пунктах. С периода 1 сентября по 15 октября 2015 года проводится второй этап месячника пожарной безопасности в жилом секторе. Обучение правил пожарной безопасности в быту, снижение количества пожаров в жилых зданиях, материальных и социальных потерь от пожаров в жилье. Данные мероприятия проводятся не первый раз и будут проводиться в других школах города Талдокурган. Во второй половине встречи пожарные рассказали для родителей старшеклассников, что в ряды ЧС необходимы на службу молодые ребята. Обучиться благородной профессии спасатель в пожарно-техническом институте сможет каждый желающий. Главное пройти по всем критериям отбора. Когда ты видишь такое, то первая мысль, которая должна прийти к тебе в голову, это набрать номер 112. Остальное сделают профессионалы. Между своими рабочими заботами находятся трудники ЧС и время для проведения спортивных мероприятий, которые стали уже традиционными. На этот раз в рамках празднования Дня Семьи были проведены веселые спортивные эстафеты между семейными парами сотрудников ДЧС области. Следует отметить, что спортивный дух захватил абсолютно всех участников, среди которых уже не было служебной субординации, и ее заменил спортивный азарт и соперничество. В ближайших планах проведение еще целого ряда мероприятий, направленных на выполнение задач президента страны по здоровому образу жизни. Департамент «Подчерчание ситуации мира 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 Департамента подчеречения ситуации в Маматинской области, Служба пожертвования и спасательных работ Департамента подчеречения ситуации в Маматинской области и спасательного отряда Департамента подчеречения ситуации в Маматинской области. Эти соревнования, пропаганда здорового образа жизни, а также сплочение в коллективе и взаимодействие в работе помогает. Департамент внутренних дел Алматинской области провел очередной день открытых дверей, который примечательным для служб ЧАЭС стал тем, что в этом году они впервые стоят в едином строю с правоохранителями. Сейчас службы ЧАЭС находятся в составе МВД. Вместе с главным полицейским со специальным снаряжением служб ознакомился Аким Алматинской области Амандык Баталов и другие представители правоохранительных органов. Благодаря заботе областного Акимата и лично главы области, которые не понаслышке знают работу служб экстренного реагирования, автопарк и техника существенно обновлены. О всех этих новшествах и поведали высоким гостям. Этот автомобиль к нам поступил в 2014 году. Он имеет небольшие габаритные размеры, что позволяет в нашем перегруженном городе быстро доехать к месту пожара. Автомобиль обеспечен всем необходимыми средствами пожарно-техническими, вооружениями, чтобы производить тушение до прибытия основных сил. Осмотрев оснащение спасателей региона, глава края ЖТСУ Амандык Баталов отметил, заказывали только самое лучшее и необходимое, главное в надежности и простоте эксплуатации. При помощи этой техники наши спасатели могут эвакуировать из сложных зимних заносов населения, и также людей предназначены для эвакуации, для доставки грузов, для доставки пожарно-технического вооружения и спасательного оборудования к местам спасения людей. Наши пожарные постоянно проходят подготовку и переподготовку, курсы подготовки, курсы повышения квалификации. В подразделениях постоянно проводятся пожарно-тактические занятия и учения, что позволяет все время быть в постоянной боевой готовности и тренироваться в свое время. Не будут оставлены без внимания службы ЧС и впредь, ведь самая бесценная – это человеческая жизнь, с которой несравнимы никакие материальные блага. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!